Пару месяцев назад в посадках под Курском была обнаружена небольшая, очень худенькая собачка-мать с маленькими щенками. Когда женщина, заметившая ее, подошла ближе, бедняжка прижала ушки и посмотрела на нее глазами полными слез. Ее задние лапки выглядели очень странно, и уже через пару минут Татьяна поняла, что собачка просто не может встать. Ее срочно доставили в ветклинику, где стало понятно, что в бедное животное стреляли. Две пули застряли в позвоночнике, и это вызвало парализацию задних конечностей. Тогда же тюти провели операцию, которую оплатила организация хвост трубой, но затем собачку отправили домой. Вот только дома у нее не было, да и на передержку бедного инвалида никто брать не хотел. Отозвался только добрый хозяин зоу гостиницы Денис, у которого живет часть моих подопечных. Так после операции тюти оказалась в вольерчике передержки. Тем временем Таня присматривала за ее малышами и пристраивала их в хорошие руки. Задние лапки она по-прежнему таскает за собой, и выглядит это так, будто собачка ползает на коленях. Это ужасно. Еще ужаснее то, что одну лапку она себе успела частично отгрызть, а потому кусочек пришлось импутировать, и того у нас уже две операции. Врачи из Курска сказали, что она никогда не будет ходить. Можно было бы посмотреть еще тетю на МРТ, но у нас в Курске его не делают. Познакомилась я с тетечкой не так давно и, можно сказать, случайно. Однажды мы приехали в зоу гостиницу проведать хвостиков, и, раздавая вкусняшки своим подопечным, я боковым зрением заметила, что кто-то из соседнего вольера тянет ко мне свою худенькую лапочку, видимо ожидая угощения. Оказывается, все это время за мной наблюдала небольшая скромная собаченька. Она стояла у сетки на одних лишь передних лапках. В ее глазах была одновременно вселенская печаль и радость от того, что ее заметили. Я поделилась с тетечкой вкусностями, она понесла их в свою будочку, проворно перебирая передними лапками. Сказать, что на это было больно смотреть, значит не сказать ничего. Она настолько жалкая, что словами этого не передать. Я знала, что у тюти есть куратор Татьяна, которая не заботится и оплачивает зоу гостиницу с помощью добрых людей, но эта собачка и нам уже стала родной. С тех пор мы берем вкусняшки, игрушки, в том числе и на долю тюти, которая всегда нас радостно встречает и трясет лапочками свой вольер, требуя внимания и ласки. Несмотря на свои особенности и всю пережитую боль, тетечка очень контактная, ласковая и добрая собачка, которая умеет искренне радоваться жизни, пусть и такой. Но и Денис и Татьяна прекрасно осознают то, что вольерная жизнь не для инвалида. Тете нужно повышенное внимание, особый уход, ей нужно больше общения, она очень тоскует одна, потому что слишком ориентирована на человека. Она собака-компаньон, хоть и на колесиках, но она всегда будет рядом, она будет заглядывать в глаза и безмолвно признаваться в любви. Не будем также забывать и о том, что скоро холода, да и вообще у каждой зверюшки должен быть свой дом и любящий хозяин, который не бросит в беде. Сегодня люди помогают оплачивать передержку тюти, но что будет завтра, не знает никто, и в случае чего бедному инвалиду будет просто некуда идти. Поэтому Таня очень просила меня помочь найти дом для этой несчастной собачки. Конечно, я понимаю, что пристроить тютю шанс невелик, что за собачкой-инвалидом не выстроится очередь, но все-таки хочется верить в чудо, в человеческую доброту, ведь друга не выбирают по состоянию здоровья. Мне очень обидно за тютю, за ее такую тяжелую судьбу, мне стыдно за людей, которые ее покалечили. И больно от того, что даже статью про нее на цене взяли и ограничили в показах, чтобы ее не видели большие массы людей. То есть про здоровых писать можно, а инвалиды у нас, что недостойны, шанс найти дом. Если вы чувствуете в себе желание помочь этой собачке, подарить ей кровь, любовь и заботу, то, пожалуйста, позвоните мне в любое время, мы готовы доставить тютеньку в любой город. В идеале мы хотели бы еще показать тютю столичным специалистам, чтобы провести МРТ, которое мы не могли сделать здесь, и реально ценить ее дальнейшие перспективы, а вдруг собачку еще можно снять с коляски или придумать хотя бы что-то с протезиком. Поэтому будем очень благодарны за любое участие в судьбе тюти. Пойдем, тетя. Тетя, тетя. Ой, ты моя девочка, да? Постарел. Да. Да. Чувак. Ты моя девочка. Ой. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok